Так, друзья, мы находимся в поселок Известковый. Наш сегодняшний конечный пункт поселок Циолковский. Вот с таким громким названием впереди ждет нас населенный. Выехали мы вчера с Владивостока. В 5 утра я выехал с Владивостока. Загрузились. Целый день была погрузка. Потом погрузка была очень неудобная. Нужно было подняться наверх на сопку. Там на очень маленькой площадке раскрутиться и задом вокруг здания объехать. С правой стороны, когда задом сдаешь, обрыв с этой сопки не огороженный. Нет никаких бетонных ограждений или еще что-то. Простые столбики железные вставлены. С левой стороны здание. Помогли. За правой стороной меня смотрели. Спереди мужчина ходил. Сзади тоже махали. Ночь была, темнота. Снимать я ничего не стал. А с той стороны меня ждал контейнер. Контейнеровоз. И прямо с контейнеровоза перегрузили. И все, едем в Москву. Вес у нас не ахти. 7 тонн на ведущую ось. И общий вес 13 тонн. Вчера дошел до Хабаровска. Было сухо. Вообще прям как будто лето. Солнышко светило. Все прекрасно. Заехал в Хабаровск. В Хабаровске грузовикам с 6 утра до 10 вечера ездить нельзя. Я заехал в Хабаровск 15 минут десятого. И на мосту я был уже в 11 часу. То есть все знаки я успел проехать без нарушения. Вот как вот прям классно получилось. Но это тоже офигня. Когда я повернул уже на мост. Резко поменялась погода. Она еще в Владивостоке в минусовую ушла. Но здесь поменялась погода. Повалил снег. Прям такой хлопьями. И минус 7. И тем более через реку проезжать. Сами понимаете. Там же как бы от реки пар поднимается. И в общем когда я выехал на мост. А вон лучший льда, который готовит на чемпионат мира по хоккею. Ровненький, гладенький. Спереди меня машин нету. Сзади машины. 40, 45, 50. Вот так вот передвигались через весь Амур. Когда я прошел мост. Глянул в зеркало. Вправо видно оно маленечко по вокругам идет. Мост как бы прямо вроде как. А потом с моста съезжаешь. И направо начинает поворот. Как вот здесь. И. А там чуть ли не до начала моста. Я пробку собрал. Да. Но рация включена была. Никто не матерился. Видели. Здесь какая ситуация. Ограждений никаких нет. Ну так это вообще. Для легковушечки. И то если она будет ехать. 40 километров. Там 30. Поздоровались все коллеги из Союза. С нами тоже поздоровался. Вот. И сразу с правой стороны стояночка. Она и по торсети. И платная. Встал на нее. Места уже не было. Обставляете. В 10 часов вечера. На стоянке места не было. Стоянка так маленькая. По сравнению как мы привыкли там. Где входит 100 машин и так далее. А здесь маленькая. Машин может быть было 50. Как маленькая. Большенькая. Хорошая. Сейчас вот будут стоянки. Вот на Циолковского. Там вроде у нас большая стоянка. Что-то я как-то забыл. Где я рычевал. Ну ладно. С этими стоянками. В общем. Припарковался. Я прям уперся. Стоял в Мерседесе. С деловых линий. И я ему к кабине. Своей кабиной. Лицом к лицу. Короче. Встал. Охранник подошел. Говорит. Что тут. Как я говорю. Нормально все. Он расштуриный был. Дождался парней. Хозяина машины. Как говорится. Водителя. Шофера. Пришел. Говорю. Во сколько собираешься выезжать? Что кого? Часов 10 в 11 поехал. Я говорит. По Москве живу. Я говорю. Понял. Все. Вопрос закрыт. Ну и отлично. И так я остался ночевать. И пока. Укладывался спать. Стерил постель. Подъехали еще две машины. Тоже так встали. Ну с утра проснулся. Стою я в этом ряду. И напротив меня. Мерседесик. В общем никого. Бера проехали. Вот где мы тогда туда ночью ехали. Вот здесь. Да. Здесь был гололед. Капец кошмарный вообще. Вот этот участок. От известкового. До известкового. Хорошая. Я как раз там снимал. Здесь ролик. Где я остановился. Я здесь останавливался. Фары протирал. На этом ролик заканчивается. А потом дальше. Когда пошел. Вот от известкового. До беры. Такая наледь. Прям была. Булыжники. В общем. Булыжники. Такие. То есть. И на одном из спусков. У меня. Ой. И на одном из спусков. Чихнул. Говорю правду. Моя пятая точка. Почувствовала неладное. В зеркало глянула. У меня на встречку. Заносит прицеп. То есть. Меня начало схватывать. Уъехал я примерно где-то. 45 километров. Спускался. Ну по кочкам там больше невозможно. 40 может быть. И прицеп видать. Заскочил. И попал на лед. И его понесло. Вдавил газ. В полик. Прям. До упора. Первый раз. Шлифанул. И отпустил. Второй раз. Надавил. Зацепился он за асфальт. И попер я вниз. В рацию. Слышу. Мужики. Киричат. Тормозим. Лидер складывает. Я газую. Ну. Я ребят скажу. Выровнял. Выровнял прицеп. На восьмой или на седьмой передаче я шел. Вот этот уже. Под горку. Прицеп выровнял. Я не сбавляю газа. Ничего не притормаживая. Так и долетел до низа. Залетел в горку. Сразу там с поворотом. Направо поворот получается. Затяжной. Я его пролетел. И наверх поднимаюсь. Это встречные машины тоже. В рацию. О. Лидер. Что там? Говорят лидер сложила. Еще что-то. Я ответить ничего не могу. Я руку правую отпускаю. У меня левая начинает дрожать. Руль прям ходунул. Блин. Все. Слышу там снизу кричат. Нет. Все нормально. Это лидер выскочил. Проехал я еще километров пять. Остановиться негде. Сейчас вот тоже. Вот видите. Едем. Да. Остановиться вообще негде. Здесь обочина. Я вообще не любитель обочины. Тогда еще все снегом было завалено. И проехал я где-то километров тридцать. Спина ноет. Болит. Блин. Ну конечно. Как говорится. Очко сыграло круто. Вообще. Ну ладно. Все отлично. Все хорошо. Как всегда. Все прекрасно. Давайте. Будьте все осторожнее. Не спешите. Опять снежок начинает падать. Погодка меняется. Сейчас у нас впереди будет облучие. Тоже такое название. Интересно. Что там все облучаются. Но если облучие называется. Значит там облучаются. Мы тогда там тормозить не будем. Чтобы не облучиться. И пролетим. Как я уже сказал. Идем до Циолковского. Вот так. И красивые горы у нас спереди открываются. Но они находятся в какой-то облачной пелене. Мы просто ребят посмотрят. Знаете какая здесь летом красота. Здесь аж дух захватывает. А ночью тишина. Вот этот треск какой-то. Где-то что-то ходит. Где-то что-то шевелится. Ну вообще обалденно. Машин мало. Здесь вот все здороваются. Сейчас на встречу идет. Мы поздороваемся. Я раз поднял руку. Парнишка тоже так маленько припомнил. Смотрите как красиво гора. Спереди нас. Справа. Если вам видно. Железная дорога. Поезд идет. Такой длинный. Что у него в центре состава. Вот сейчас напротив меня. Стоит локомотив. Прям в центре состава. То есть спереди и в центре еще один локомотив. Так вот. Куда мы летим? Куда? Куда мы летим? Пришлось маленечко притормозиться. Как по ущелью? Наверняка какое-то ущелье. Здесь может быть по-другому как-то называется. Не ущелье. Но здесь вот поезд сейчас у нас сверху идет. Видите, он вверх. И так вот потихоньку-потихоньку он поднимется и перешагнет через сопку. Как по кругу. А облучье деревню, населенный пункт облучье, он обходит вот так прям по кругу, как по этому. Но если сверху смотреть, будет ощущение, что это подкова. Вот так пока подковит, а по периметру он проходит поезд. То есть ты едешь и всю деревню осозреваешь. Начиная от начала до конца. Очень интересно. Здесь растет такая трава под названием лимонник. Дерево или трава, или кустарник. Кустарник. Вроде кустарник, лимонник. Очень полезная. Его прям продают этими, как хворостом. Его запариваешь и пить с него чай с лимонником. Очень полезная вещь. Здесь на станции, только не на облучье, а в этом останавливались, выходили мы. Там долго стояли. Макдагачи. Макдагачи поезд долго стоит. И там выходили. И я как-то брал, что-то заваривал. Ну, непонятно, что. То ли вкусно, то ли не вкусно. Ничего кого. В общем, не мое. С заварками заниматься. Я, если честно, чай не ломаю. Что-то правильно сказать. Мы продолжаем наслаждаться поездкой. У меня вот... Я не могу выразить это наслаждение, которое я получаю. Вы только представьте, да? От Владивостока до Москвы. 14 дней. Какая у нас длинная страна. Ну, по 700 километров в день примерно. Какая длинная страна. Большая. Огромная страна. Представили? Вот. А теперь представьте, что я это все делаю. Пересекаю. Мы пересекаем мост и попадаем. И попадаем в Амурскую Ордену. Область. О-о-о. Рабаки сидят. Рыбку ловят. Пошел, смотри. Что там сосед поймал. Смотри, сколько много рыбы-то валяется. Да. Прям присутствует. Рыбка присутствует. Еще везут лодочку. Притормозимся. Пережнемся правее. Правее. Вот так. Вот. Разъехались. Приближаемся. Смотрите. Сопки спереди. Как будто в молоке. Это вот искусственно сделанная насыпь. Искусственно сделанная насыпь для тормоза. Сейчас будет у нас подъем вверх затяжной. А это вот сделано. Сейчас снимет, не снимет отсюда. Вот видите. Это для торможения. Вот в зеркале. Если ты под горку разогнался, с тормозами что-то плохое случилось, то туда сворачиваешь. Видите, как быстро здесь меняется погода. Вот буквально на глазах. Только что мы ехали. И был какой-то туман, еще что-то. А тут уже выглянуло солнышко. Сквозь облака. Сквозь... Вот она. Вот она наша красавица. Ой, как ярко светит, да? А мы поднимаемся в долгий затяжной подъем. И когда строилась дорога, мы ездили вот там, по верху. Мы ездили вот там. По самому-самому верху проходили. Потому что здесь внизу были огромные, огромные камни. Чтобы проехать, вот проезжали там, по верху. Мне там как бы не сильно. Но вот она, дороги еще остались. Вот видите. Прямо в самый краешек дорога идет. Она так и осталась. Их выравнивали, никто не отсыпал их. Вот видите. Вот так вот. Раз, раз. Вот она дорога эта. Уже сейчас заросла. Ими там не сильно не занимались. Так. Спереди у нас идет, кто идет? Идет Теночка. И подметает. Или песочек кидает. А мы переключимся на 11-ю передачу. И будем обгонять. Не снижая темпа. Нет. Клопата у него посередине стоит. А починку счищает. Мед. Продается мед. Меда здесь тоже много продают. Но как много? Не так, как много, например, в Саратовской области. Там вообще круглый год получили. Например, в Башкирии тоже очень много продается мед. Здесь тоже. И своего рода здесь вкус совершенно другой мед. В Саратовской области. В Саратовской области. И в Саратовской области. Продолжение следует...